Называя вещи своими именами, в первые 45 минут поединка «Зенит» в атаке практически не представлял из себя ничего, кроме большого и жирного нуля. Угловой, заработанный на 21-й минуте после попытки прострела Домингеса, до 45-й так и оставался единственным, более-менее креативным действием команды из Санкт-Петербурга на чужой половине поля. По всему чувствовалось, что «Дик Адвокат» сделал немалую ставку на индивидуальное мастерство трио форвардов Аршавин Теке Домингес. Но с этим как раз возникали проблемы, а командного нападения как такового у «Сине-Белоголубых» абсолютно не получалось. С другой стороны, логично предположить, что и «Спартак» своими активными действиями на подступах к штрафной Малафеева вынуждал гостей большей степенью обороняться. На 28-й минуте подобная тактика привела к успеху. Сначала забыли накрыть Торбинского на левом фланге, которого Риксон сопровождал слишком уж спокойно. А затем в самом центре штрафной вместо высокорослых центральных защитников Павлюченко вынужден был противостоять гораздо меньше по габаритам Александр Анюков. Конечно, отметим и супер-выстрел «Спартаковского» бомбардира, справиться с которым Малафееву представлялось крайне проблематично. И все-таки главный вопрос остается прежним. Была ли таковой установка главного тренера, подразумевавшая для команды игру в первом тайме вторым номером? Или же зенитовское нападение, отрезанное от собственной полузащиты, элементарно не выполнило собственные функции в этом игровом участке времени? Тем более, что в отличие от Аршавина и Домингеса, которые часто ошибались, но тем не менее хотя бы проявляли максимально возможное старание, Дэке вообще выступил в роли человека-немедимки, растворившегося на газоне Лужников. Ну, по большому счету, наверное, часть была, конечно, установки, не то, чтобы мы оборонялись или еще что-то, а действительно немножко дали инициативу, сыграли. Говорили и будем еще раз откровенны, получилось нелогичным. Но в том-то все и дело, что мячи в зачет забившей их команды идут в любом случае, какой бы степенью курьезности они не обладали. Главное, чтобы кожаный снаряд пересек линию ворот соперника. Так и случилось в этом эпизоде, вызвавшем немало споров, главной темой которых, естественно, было следующее обстоятельство. Успел ли вратарь Спартака зафиксировать мяч до того момента, как его выбил Аршавин. То, что выбил абсолютно чисто, не задев рук, сомнений не вызывает. Тем более, как выяснится позже, главные споры относительно решений Гончара были еще впереди. Ну а этот эпизод мы попросили прокомментировать Вячеслава Малафеева. Как многие рассказывали, в частности Андрей, если взять его версию, то, скажем, Плитикосы хотел сыграть как-то немножко на зрителей, как-то технично. Ну так, как сказал Андрей Папижонский, и Андрей воспользовался этим. И сложно мне сказать, опять же, с его слов, да, но если все-таки он зафиксировал мяч, да, и поймал его, то, наверное, в какой-то степени все-таки здесь, наверное, было нарушение. Опасного игрока в составе соперников зенитовская оборона не имела ни малейшего права при любых обстоятельствах. В конце концов, Быстрова можно было просто завалить вот здесь, на подходе к штрафной. Ну а дальше предоставим слово Вячеславу Малафееву. Могу сказать так, что, наверное, с той позиции, которую видел судья, это бесспорный пенальти, с другой из-за ворот, да, смотришь уже довольно-таки сомнительно. А если посмотреть вообще, как бы, со спины Быстрова, то получается, что он просто наступил на меня, да, в том моменте. Опять же, что касается меня лично, то в том моменте я бросался ему в ноги, да, но чувствуя в последний момент, что не смогу прервать его проброс дальше, да, начал группироваться для того, чтобы просто не задеть его. И сделал все для этого, не знаю, выгнулся так, что ближняя часть моего тела была грудь, на которую, в принципе, Быстров как бы так наступил, да, так, то есть нашел, нашел меня в этом моменте. Ну, опять же, если он был, то пенальти, я имею в виду, то не совсем однозначный, хотя повод, конечно, был для этого назначения. А что касается красной карточки, то, наверное, если взять в общем, то такое двойное наказание, во-первых, очень жестоко, да, это полностью наломало всю игру при, ну, скажем, в этой игре. Ну, и в любом случае, конечно, скорее всего, не тянули. Дабы не выглядеть людьми абсолютно необъективными, невозможно не упомянуть в разговоре о матче против Спартака и те три стопроцентных момента, которые не использовали зенитовцы во втором тайме. Сначала Теке, получивший великолепный пас из глубины, и, пожалуй, впервые за игру, вспомнивший о значении своего пребывания на поле, самым бездарным образом голевой момент запорол. Чуть позже Игорь Денисов имел не менее реальный шанс для того, чтобы все-таки огорчить Плетикосу. Но опять-таки технический брак при нанесении завершающего удара помог голкиперу Спартака выйти сухим из воды. И, наконец, Павел Погребняк, к огромному сожалению, далее без комментариев, появившийся на поле лишь на 75-й минуте и менее чем через 120 секунд, во многом самолично создавший для себя идеальную голевую возможность. Увы, реализация и в третий раз оказалась на нулевом уровне. Не будем, однако, забывать, что к тому моменту «Зенит» уже играл в десятером, и, естественно, шансов у Погребняка еще раз проявить себя было крайне мало. То, что Никита Баженов забил последний гол в этом матче рукой, не вызывает сомнения ни у кого. Хотя, наверное, сам Голиадор когда-нибудь скажет, что забил он грудью или той рукой, которая росла из груди. Конечно, до руки Божьей в исполнении Марадоны Баженову точно так же, как нам с вами, до Нептуна или Сатурна, в смысле планеты, а не футбольной команды. Хотя, например, тот же Егор Титов в послематчевом комментарии откровенно признался, что Баженов, естественно, забил рукой. Безусловно, Гончар вместе со всеми помощниками будет утверждать, что на них напало коллективное ослепление. Оно, наверное, могло быть, хотя, опять же, коллективное. Вот в чем вопрос. Другое дело, что, воспользовавшись ситуацией праведного гнева со стороны «Зенитовцев», Гончар тут же выписал им еще два горчичника. Один из которых – Тимощуку. Для Анатолия – это желтая карточка четвертая, и капитан – сине-бело-голубых следующий поединок пропустит. Вот такой фарс в завершении матча, который считался центральным чуть ли не во всем чемпионате. Наверное, российские судьи, безусловно, умеют работать. Вот только не все, и не всегда, и не везде, и не в достаточном количестве. И только в пользу тех команд, в отношении которых они считают это... Клокотки.